В эфире АНьюз, в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Танцевальное кресло для инвалидов придумала и разработала сотрудница университета Флориды Мэрилин Моррис. Давнее хобби женщины, которая уже, можно сказать, стала призванием, это танцы. В 2001-м Мэрилин стала не только танцевать для себя, но и преподавать. Со временем в группу вошли и ученики с ограниченными возможностями. Все началось с того момента, когда мой отец стал инвалидом. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и оказался парализован. Я вместе с папой попала в мир инвалидности. Однако этот опыт очень помог мне в работе, занимаясь танцами не только со здоровыми людьми. Но и с теми, кто ограничен в возможностях, я постоянно думала, как сделать моих особенных танцоров более мобильными, как расслабить их. И так родилась идея кресла. Главной проблемой во время занятий с инвалидами стало то, что люди не могли чувствовать себя свободно. Постоянно приходилось контролировать кресло руками. Чтобы облегчить задачу своим ученикам, Мэрилин начала разработку кресла, которое стало бы продолжением тела и самостоятельно откликалось бы на движение. В 2006 году ученые и ее команда получили грант. Спустя несколько прототипов представили готовое кресло. Оно имеет четыре колеса и способно двигаться в любом направлении. Таким образом, руки танцора свободны. Одним из основных отличий моего кресла от любых других является система управления. Варианта два. Можно управлять креслом при помощи виртуального джойстика на смартфоне. Еще один вариант — это носимый контроллер. Вы можете наклоняться вперед или назад, поворачиваться, и кресло повторит ваше направление, будет двигаться за вами. Танцевальное кресло уже готово к полноценному использованию. Однако у устройства имеется существенный недостаток — цена. В силу множества механизмов и непростой системы управления, кресло получилось довольно дорогим. Поэтому Мэрилин вместе со своей командой работает над тем, чтобы сделать свое ноу-хау доступнее. В китайском аналоге Twitter социальной сети Weibo появился рендер будущего флагмана Samsung — смартфона Galaxy S8 Edge. По крайней мере, так утверждают авторы публикации. Судя по виду, это скриншоты из презентационного ролика. Качество не особо хорошее, но можно разглядеть, что смартфон получил двойную камеру и лишился физической кнопки «Домой». Судя по всему, датчик отпечатка встроен в экран. На основе даже этого некачественного снимка умельцы тут же создали 3D-рендеры, которые позволяют в деталях рассмотреть новинку. Цветовых вариаций ожидается пять — это черный, графитовый, серебристый, белый и голубой с окантовкой цвета розовое золото. Последний смотрится несколько пошловато. Задняя часть, судя по всему, выполнена из металла. На рендере из Weibo она была несъемной, а вот энтузиасты предположили, что крышечка все же будет открываться. Это маловероятно, конечно. Что касается характеристик, то ожидаются две камеры разрешением 12 и 13 Мп, а также дисплей с разрешением 4К и диагональю 5,5 либо 5,7 дюйма. Далее аппарат получит топовые процессоры — самсунговские Exynos или же новейший Snapdragon 835 от Qualcomm, также 6 гигов оперативки и более емкую батарею по сравнению с предшественником. Представить устройство должны либо в феврале на выставке MWC, либо на отдельном мероприятии в начале весны. В Татарстане электронными услугами на сегодня охвачено 65% населения. Об этом рассказал глава Министерства информатизации и связи республики Роман Шейхуддинов. По данному показателю, Татарстан занимает первое место среди регионов России. С начала года сервисами, размещенными на портале, оказано 66 миллионов муниципальных и государственных услуг. В общей сложности за 11 месяцев 2016 года через ресурс прошло более 8 миллиардов рублей. Лидерами в получении государственных услуг и сервисов в электронном виде оказались жители набережных Челнов, Сабинского и Заинского районов, Нижнекамска и Казани. Есть и те муниципалитеты, где уровень интереса граждан к данному виду услуг крайне низок. Таким, в частности, министр отнес Отнинский, Тетюшский и Алькеевский районы. Что касается развития на следующий год, то, по словам Романа Шейхуддинова, планируется сделать упор на бизнес-сегмент. Услуги выбираются с оглядкой на их востребованность у жителей республики и сервисы для бизнеса одни из наиболее популярных. На этом все. Следующий выпуск смотрите уже завтра. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.